Зачем наши контролеры так старательно работают над подавлением функциональности нашей шишковидной железы? Ведь фтор, а точнее в содиум флуорид, фторид натрия, который они добавляют в зубную пасту, в детскую в том числе, в питьевую воду, помимо прочих разрушений в нашем теле, кальцинируют, превращают в известь, шишковидную железу. Это видео из Германии. Работник занимается фторированием воды. Добавляет в водопроводную воду содиум флуорид. Как нам сообщает Википедия, фторирование воды нужно для предотвращения кариеса. О, мы знаем, контролеры любят заботиться о нашем здоровье. Шишковидная железа связана с критическим мышлением, творческим мышлением, воображением, нашими способностями, в том числе, возможно, видеть за пределами времени и пространства. Она отвечает за выработку мелатонина и сиротонина, гормонов, регулирующих циклы сна и бодрствования. И если Ваша шишковидная железа теряет работоспособность, благодаря тому же кальцинированию, то Вы воспринимаете и проецируете вовне ту реальность, которую Вам навязывают. Вы покорны, невежественны и податливы. Не даром в советских концлагерях, и думаю не только в них, для успокоения узников использовали содиум-флуорид. И не только это токсичное вещество парализует полноценную работу нашей шишковидной железы. У контролеров в распоряжении достаточно средств для манипулирования нашими мыслями. Звуки, вибрации, технологии в наших телефонах, электроники. По-видимому, им известно гораздо больше нас о том, как мы все вместе.